Приветствую вас! Ответив, я вам попробую по пунктам, чтобы было легче вам систематизировать то, что я скажу. Пункт первый, не буду считать, просто буду называть следующий пункт. Значит, первое, это ваша самооценка, которая очень сильно упала после того, как мужчина вас унизил, предал, как говорится, и так далее. То, что вы сравниваете себя с его женщиной, его женой настоящей, которая у него сейчас, и говорите, что вы ей подметки не годитесь, это признак заниженной самооценки. Которую вам нужно поднимать. Работа не над тем, что у вас две работы, обычное образование, хобби и так далее, а работа над самооценкой именно как женщины и через реализацию модели женского поведения. Которая у вас, кстати говоря, нужна субкорректировка. То есть, в чем, как вы считаете, вы проигрываете этой женщине. И если вы ей проигрываете в чем-то, то, соответственно, она такая не одна, вы проигрываете каким-то определенным женщинам. И вот это вот состояние, что вы кому-то не годитесь в подметки, оно в любом случае заставляет вас опасаться быть в преданности. Потому что мужчина для вас это человек, через который вы терпаете уверенность в себе. И так, кстати говоря, было изначально. Это первый пункт. И надо сказать, что уверенность в себе реализуется именно в вашем случае. Именно в вашем случае через довольно-таки превентивную проработку модели женского поведения. Что вы можете дать мужчине, как женщине? Почему мужчина сперва хотел с вами семьи, а потом, по сути дела, вам изменил и не очень сильно по этому поводу переживал? Нужно с этим моментом разобраться. Потому что, как женщина, вы удовлетворять его перестали. Можно понять почему. Второй пункт касается ваших ценностей. Ваши ценности, когда вы говорите, что ваши родители вместе 30 лет любят друг друга до сих пор, это здорово, это прекрасно. Но давайте будем говорить о том, что вы, кстати, другой человек, и вам видит та же самая родительская модель поведения. То есть то, что вы хотели, вот, просить с этим молодым человеком до старости, и рассчитывали, что все у вас будет так же, как у ваших родителей. И что в жизни любовь и отношения происходят вот так, как у ваших родителей. В действительности это не так. И родительские сценарии поведения здесь вам, опять же, вредит. Потому что все-таки родители жили в одном мире, вы живете в другом. И ценности, и мир, и люди, все это сейчас у меня. И встречаться с человеком, рассчитывая на то, что вы хотите с ним семью, встречаться с человеком, предполагая, что вы обязательно построите семью. И хотеть семьи для построения отношений в современном мире нельзя. То есть, вы говорите, что, значит, семью хочу в радости и сложности делить пополам. Для чего вы родите семью? А на них? Зачем она вам? Что она вам по-важному должна дать? А чего вам не хватает сейчас? Семья. Видите ли? Вы считаете, что семья это то, что что-то дает? Вы считаете, что семья это то, что, то образование, которое что-то дает? На самом деле нет. Семья вам ничего не даст. Это вы семье даете. Это вы в семью вкладываете. Семья это естественная форма развития человеческих отношений, которая может сформироваться, а может и нет. И это нужно понимать. И если вы с молодым человеком, то ценить то нужно каждый момент. Каждый момент, каждую секунду проведенного с ним времени. Не надеяться на то, что у вас не будет семья. Не рассчитывать на это и не сдаст. Итак, этот пункт касается того, что вы определяете на себя, что для вас значит семья, для чего она вам нужна, что она должна вам дать, что вы хотите через нее получить. И постараться реализовать вот эти вот потребности самостоятельно. То, для чего вам нужна семья. Зачем вам пополам делить свои радости и так далее, и так далее. Это идеализация. Идеализация семьи и идеализация брака, основой для которой стали отношения ваших родителей. У них все хорошо, что это здорово, но вы другой человек. Вы живете в другом мире и, соответственно, отношения строите с людьми своего времени. Не такими, какими они были во времена ваших родителей. Следующий пункт. Это предательство. Вы говорите о том, что любой человек может предать. Вы говорите о том, что ваш мужчина вас предал, наверное, вы считаете. И так далее. Вы знаете, предательство следует тоже понимать по-своему. Парад. Сознём, пожалуй, с того, что предательство является таковым тогда, когда человек раскаивается. То есть, вот человек совершил какую-то ошибку. Он причинил боль вам. Да? И он понял, что ошибся. Понял, что ему неприемлемо делать то, что он взъехал. И он просит у вас прощение. Вот это предательство. Думаете прощать его. Думаете не прощать. Это уже вам решать. Но это ошибка. Это, по сути дела, как бы проступка. Это предательство. Человек предал то, что у вас есть, то, что у вас было. Человек раскаивается и сознаёт, что он сделал. Когда же, в вашем случае, человек, по сути дела, совершил то, что было в его интересах. Не извинялся, не раскаивался, не осознавал своих ошибок. Это не предательство. По своей сути, это линия поведения, направленная на удовлетворение своих интересов. И если вы такому человеку позволили себе предать, значит вы его идеализировали вполне возможно так же, как и семейные ценности и семью. И просто не хотели видеть признаков того, что молодой человек уже совсем не был заинтересован вами. То есть, человек совершил просто то, что было в его интересах. Вы оказались чересчур от него зависимы. И всё. Таким образом, надо сказать, что, опасаясь того, что вы окажетесь преданными, Соходимо, во-первых, понять, что стоит за этим страхом, за страхом предательства. Нужно проработать причину предательства. Ой, причину страха, прошу прощения. Причину страха. Что стоит за этим страхом? Понимаете, страх продиктован вашими потребностями. То есть, опасаясь быть преданными, вы опасаетесь что-то для себя потерять. Опасаясь что-то для себя потерять, вы, естественно, хотите это иметь. Желая что-то иметь, вы всем вынуждаетесь. Чем вы нуждаетесь, нужно определить. И это постараться получить самостоятельно. Чтобы вы не боялись это потерять в случае, если человек решит вот так поступить. Ну да, неприятно, но не в вас дело. Дело в нём. Это его ответственность. Это его, ну, если вы верите в Бога, это его грех. Это его ошибка. Это на его совести то, что он сделал. Причина и проблема не в вас. Но вы чересчур в этом человеке состворились. И именно из-за этого у вас такая вот проблема. То есть здесь необходимо стать более независимой, более самостоятельной в отношении халат. То есть это так, что либо вы одна, либо вы полностью человеку вообще просто доверяете и полностью растворяете. Ну, по сути, как ваши родители, наверное, полностью друг другу доверяют. Но ещё раз повторю. Родительские ценности и родительские сценарии здесь, к сожалению, вам вредят. Ну, в принципе, практически так, как и всегда. То есть нужно вот понять, где начинается и где заканчивается традиционный сценарий поведения в отношениях, где начинается, собственно, ваш. И свои цены, это своё поведение подкорректировать, исходя из той среды и исходя из того мира, в котором вы живёте. Это очень важно. Следующий пункт, который я вам хотел бы сказать. Глубинное состояние счастья, как в детстве, пишите вы, и это невозможно вернуть. Потому что состояние в детстве можно испытать только в детстве. Эмоции, которые вы испытывали в детстве, и счастье, которые вы испытывали в детстве, можно испытать только тогда, когда мой ребёнок наиболее восприимчив, наиболее эмоциональный, наиболее ярко у него всё проявляется именно в силу детской психики. И даже если вас загипнотизировать и сделать так, что вы что-то забудете, всё равно это будут не те ощущения, что вы испытывали в детстве, просто в силу физиологии. Поэтому бессмысленно гнаться за глубинным ощущением счастья, как в детстве. Это невозможно. Да, вы туда стремитесь, потому что там вам было хорошо, там вам было безопасно, там вам было комфортно. Но, в большом счёту, это мираж и иллюзия. Как ностальгия. Вы один раз пережили это, если вы вернётесь обратно, если вы создадите себе все условия для того, чтобы испытать это в ногу, вы всё равно это не испытаете. У вас не получится это сделать в принципе. Что-то подобное вы испытаете, но, скорее всего, вы разочаруетесь, и вот это ощущение глубинного сердца, которое у вас сейчас есть, память о нём, даже это у вас исчезнет. Поэтому не рекомендую вам гнаться за этим самым ощущением глубинного сердца, как в детстве. Честно, вообще, это очень мимолетное такое ощущение, и его нужно постоянно поддерживать. Это происходит из постоянного целеобразования, которое, опять же, и заставляет подстать весь жизненный путь человека. Целищий пункт – это пункт, значит, того, как вы работали. Вы работали в гистальт-подходе, арт-терапии, терпеть её не могли, пишите вы. Почему не могли терпеть? Почему с вами работали этим методом, если вы её не могли терпеть? Это непонятно где совершенно. Вот, значит, ну, я думаю, что просто терапевт был не ваш. Потому что вот то, что она говорит, что, я не знаю, как вам помочь, это, конечно, усердно, но её совет даст мужчина, которому смогу доверять, это, мягко говоря, странно. Вот. Ну, в принципе, вы боитесь чувствовать беспомощность. Вот того самого чувства беспомощности, которое у вас было тогда, наверное, когда вы были вынуждены смотреть, как мужчина вам изменяет. Ну, и, соответственно, вы не до конца приняли это так, что проблема здесь не в вас, а проблема в нём. И, собственно, мешает вам детские родительские отношения и мешает вам, собственно, вашей установке. А также зависимость в мужчине. Я бы сказал, что вам нужен психоаналитик. Это, как, вариант. Ну, и, в принципе, пройдёт и, я думаю, конструктивная терапия, терапия познания пройдёт вам хорошо. Вот. Ну, и психологическое консультирование, как вариант, тоже безусловно. Ну, и психоаналитик, естественно. Вот. Вот тут вы говорите, что во сне вам приходится чувствовать беспомощность, соответственно, что вам снится. Может быть, имеет смысл разобрать ваши сны. И этого вы, судя по всему, со своим психоаналитикам не делаете. Вот. Ну, это все, что я вам могу сказать. В заключении хотел бы только добавить, что не все мужчины разделяют столь ярко выраженно семейные ценности. И вполне в одном, что мужчина просто понял, что вы не являетесь той женой, которую он хотел бы рядом с собой видеть. Ему нужна в языке другая. И он уже другую нашёл. И дело здесь не в том, что вы плохая, или что он плохой, или что вы хорошая слишком, или что он хороший. Дело в том, что вы оказались разными. И вот эту разность, разность, без ущерба себе, и без ущерба ему, вам нужно постараться принять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!